Всем привет! Вы на канале Самозванцы. Максим и Евгений. Мы находимся в Санкт-Петербурге. Ну, я думаю, вы уже по этому серому фону поняли. То есть здесь обычная погода, это дождь. Я первый раз, кстати, в Питере. Мы сняли гостиницу, можно сказать, практически в центре, на Невском проспекте. Он находится вот в той стороне здания. А мы сейчас... Мы приезжали разработать рецепты для нашей пивоварни. И мы уже их сделали, отработали... Вчера сняли, и сегодня у нас получается экскурсия по пивоварням. Планируем посетить две пивоварни, нас туда Володя, экскурсии нам проведет. И шатаемся по Питеру. Я думаю, достопримечательности показывать не будем. Мы все-таки это все отдельно посмотрим, а именно пивоварни мы вам покажем. Вызвали такси, ждем. Такси за нами приехало. В Питере даже таксисты очень густерны. Очень своеобразные люди. Здравствуйте, это Володя. Вы у нас в роликах его увидите, я думаю, чуть дальше. Мы с ним вчера разрабатывали рецепты, а сегодня на какие мы пивоварни поедем? Мы поедем к ребятам в новой пивоварне Краснопузов. Они нас уже ждут и на Хофна, поэтому у нас очень мало времени. Ребята почему-то поселились прямо в центре, чтобы до ними не доехать. Поэтому мы немножко выбиваемся из графика на час где-то, поэтому как-то так. Приехали на пивоварню Краснопузов она называется. Александр, пивовар нам сейчас расскажет, что да как. Почему, кстати, такое название? Это долгая история, на самом деле, когда запускали пивоварню и копнули немножко на исторические корни. И оказалось то, что первая коммерческая пивоварня на Руси была по брендам именно Краснопузов. Потому что раньше было принято называть любые производства именем купца. Так вот ее запустил пипец Краснопузов, потом он пришел, ну такая легенда есть, что он пришел к Сарьбатюшке и говорит, слушай, мне нравится, мне моя фамилия, давай сменим. Хочу назвать другому производством. Сарьбатюшка, который был в хорошем настроении, который не очень, говорит, ну не хочешь быть Краснопузовым, будьте Синебрюховым. То есть пошутил. В итоге Синебрюхов уже обиделся, оставил завод, насколько я знаю, от дочери и сохранил для Краснопузова. Ну, понятное дело, брат Синебрюхова все прекрасно знают. Он загребился у нас в мозгу надолго. Дальше продолжение какое было? Завод ушел на территорию Финляндии по понятным причинам, но он работает до сих пор. Но финнам ненависть названия либо не могли выговорить, они его сократили в средние буквы и оставили кофу. Первый и последний, то есть пиво коф, которое вы знаете, это все производится в том самом заводе. А мы, копнув в эти корни, решили негоже такую историю легенду терять и решили это все разрешать. Если вот совсем-совсем кратко, то вот так. Нам очень интересно. Расскажи, пожалуйста, у вас варщик, ну, какой объем вообще у вас варщик? Нет, подожди, а сколько вообще, когда она у вас организовалась, сколько времени пивоварня? Совсем-совсем молодые, если так считать, то техническая варка была у нас, ну, первая тестовая, 17 декабря прошлого года. А до Юра мы запустились 1 марта, потому что там, ну, все вот эти притурбации из бюрократии и так далее. Вот только 1 марта этого года у нас появились первые продажи уже, по крайней мере. Ну, это у РАР такая раздавались, да? Ну, там и РАР, и куча лабораторных исследований, ТРТС и так далее. Ну, я так понимаю, вам это все предстоит. Ну, да, мы пока еще не знаем, что там, как, улыбаемся. Не готовьтесь. Пока еще улыбаемся. Сладко ватково там. Ну, да. По оборудованию расскажи, пожалуйста. По оборудованию, у меня 4-х посудник, все на 2,5 тонны, но рабочий объем 2 тонны, по факту 2,5-2,7 грн. Что еще рассказать? Заторник, фильтр-чан, варочник с перкалятором, обычный верхний. С чем-с чем? С перкалятором, ну, внутренний кипятильник. Вот это нам интересно, на самом деле, потому что мы не... Пойдем посмотрим. Да, надо вот это, кстати, глянуть, потому что мы ни разу еще не видели. Володя, ты говорил, да, вчера про это дело? Да, я рассказывал про внутренний кипятильник, разработки ваших рецептур, благодаря внутреннюю кипятильнику, Саша, может кипятить намного меньше, то есть по времени, да, что ускоряется. Да, дошиповаться на то же самое время. Ну, это уже особенности именно кипятильника, что там у тебя нет нормальных головок подмоя, да, что будет, но он отбивал хорошо. Ну, это мелочи, но зато полчаса сэкономили виноварки. Что, глянем? Поднялись на капитанский мостик, очень, кстати, круто, ну, получается, такая платформа, все по углам расставлено. Заглянем туда? Начни сварочную лучше, наверное. Ну, заторник. Подожди, где он? Вот сейчас там затор лепится. А, вот затор идет. Да, сейчас у меня печенечка сюда, куда вынимается. Слушай, а мешалка снизу, да, как я понимаю? Да, мешалка снизу, без якоря. А, расскажи, пожалуйста, система подачи зерна. Здесь продумано как-то, что стоит дробильное отделение, дальше пашнойку соло дроблено уже поднимается в бункер наверх, а дальше вот здесь вот идет смеситель воды, то есть он уже запускается. Предзаторник получается, да? Да, да, он уже смешивается с водой. То есть подмес воды идет, и все опускается вниз. Кстати, у нас это, мельничка такая, Женек, смотри, это китайская? Да. А оборудование китайское все? Да, да. Все китайское, да? Да. А проблемы какие-то есть? Проблемы, знаешь, как я скажу, вот именно с железом, с технологией, со швами проблем нет. Есть проблема в том, что, как я такой пример всегда привожу, вот китайцы когда-то научились... Это потом. Китайцы когда-то научились делать там, ну, копию айфона. Да, да, да. Андроид, но айфон. Похож, похоже, да. И вот точно так же у них принцип, наверное, во всем сейчас. Давайте сделаем пивовар, давайте. Похоже, да, похоже. А давайте телевизор туда добавим. Как с айфоном, да. Давай туда телевизор вхерачим. С антеннами, да? Ни чем не понятно, но очень надо. В общем, такой же принцип и здесь, потому что очень многое оборудование, которое, ну, по сути, ну, не нужно. Лишнее, да? А это лишние узлы для мойки и так далее. Ну, как бы, есть нюансики. А вот если полностью проект с ними, вот каждый, каждый миллиметр согласовывать, то они сделают круто. То есть по железу, по качеству, по швам, по оборудованию, у меня нареканий вообще нет. Мне понравилось. А ЦКТ-шки тоже, да, китайские? Все китайское, все китайское. Есть, все есть Китай, но опять же, Китай, Китай, Розня. ЦКТ-шки не текут? Нет. А там из 6,3 в рубашке. С первого отпуска, вот как я тест не провел, но я сначала стандартный при запуске набирание воды, набирали давление, тестировали в течение суток. Смотрели, насколько давление упадет. И вот до сих пор ни одного нарекания нет. Отлично. Опять же, повторюсь, Китай, Китай, Розня. Да. Есть разные заводы. А скажи, получается, четырехпосудный варочный порядок, как я понимаю, все это дело значительно ускоряется, да, за счет четырехпосуд. Сколько у тебя, получается, варки по времени происходит? И сколько за смену можно варок сделать? Смотри, здесь цикличность идет. Ну, во-первых, сколько времени, это все зависит от рецептуры. Ну, да, ну, стандартное какое-нибудь там, ну, если стандартное, ну, опять же, ну, оборудование, ну, технология поварения, она одинаковая. Плюс-минус восемь часов, оно на всех стартах, ну, классических, одинаковое. Здесь то же самое, из-за того, что здесь четыре посудины, то есть, я затор перекачал фильтр-чан, все, я могу затираться. Опять. И одновременно фильтроваться. И тем самым я могу делать там сутки до восьми варок. И, соответственно, у меня сейчас это все на две тонны, то есть в сутки я могу сделать 15-16 тонн. Нормальный объемчик. Двадцати процентов. Да, 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 конечно, я говорю про простые классические рецепты. Это прямо у тебя друг за другом паровозиком, получается, идет, да, и все. Да. Перемещаемся в фильтр-чан. Он внутри, смотрите, интересно, колюстра сделана, да, для промывочной воды. Ну, для промывки и ножи. Для промывочной воды, да. Ножи такие мощные. Слушай, а смотри, у тебя там вот такое отверстие. Это что такое? Это для сброса дробины. То есть ее можно через люк скидывать, а можно просто за счет мешалки, она прокачивает. А, и вниз падает, да? А, кстати, удобно. А ты пользуешься ей, нет? Ну, крайне редко, на самом деле, потому что через люк быстрее. Сегодня, если дождетесь выгрузки дробины, вы увидите, как мы делаем. Мы сейчас немножко повыпендривались с выгрузкой дробины. А вообще этот люк сделан очень неправильно для тех, кто в аварии, у которых есть автоматическая выгрузка дробины. То есть она вот так вот падает, и шликом увозит сразу в другую сторону. Ушло. Здесь оно было сделано для этого же, но, опять же, как я и говорил, много чего лишнего. На самом деле этот люк нам особо и не нужен. Понятно. Давай на следующую кастрюлю. Варочник. Он интересной конструкции. Расскажи, пожалуйста, про нее. Да, варочник с утренним кипятильником. Да, смотрите, вот такую. То есть идея какая. То есть если обычная кастрюля кипения происходит по всей поверхности, то здесь сусло поднимается наверх за счет пара и разбрасывается по сторонам. То есть за счет этого мы экономим время на кипячение. То есть, грубо говоря, то, что нужно кипятить полтора часа, мы кипятим час. За счет того, что рассекается все по сторонам, опять же, испарение намного сильнее. Плюс еще большое для меня то, что гасится автоматически вся пена. А, нет пены, да? То есть, ну, знаете, когда хмель закидывающий, сворот расширяется, в нем очень сильное пенообразование. Здесь пена гасится сама. То есть не будет такого, чтобы у тебя отсюда что-то вылетит. Обожжет тебе или еще что-то. Слушай, смотри, у меня такой вот посмотрели, у тебя конкретный этот конденсатор. Он сколько мощность, какую у тебя утилизирует? Честно, не знаю, потому что вот здесь вот есть одна конструктивная такая особенность, что, к сожалению, китайцы его не очень сильно продумали и мы им не пользуемся. Не пользуемся? Не пользуемся, почему? Потому что там в конденсаторе есть же форсунки, ну, знаете эту историю, которые гасят пар. Соответственно, они здесь очень-очень мелкие и он просто тупо не справляется. При закрытой крышке я здесь физически кипятиться не могу, поэтому кипятимся с открытой крышкой. А, ну, то есть это просто в цепь пускается? Потому что в атмосферу влага здесь вытяжку сделали прямо над варочной. Соответственно, такая история. Все понятно. Давай дальше посмотрим кастрюлю. Вирпл. Абсолютно интересная емкость, без мешалок, без всяких. Ну да, просто. Ну, слушайте, некоторые производители оборудования не могут до сих пор с плоским дном его сделать. У нас не с плоским дном. У нас вот так вот оно под скос идет. Нет, смотри, здесь тоже плоское дно, но есть маленький уголок. А, уголок есть, да? Да, маленький там склон, буквально на 5% можно быть, на 5 градусов. Но я сначала тоже долго возмущался, пока не сделал первую варку, что плоский варку, плоский варку, плоский варку будет сильно плохо собираться. Есть брук в центре и так далее, что я думал, растечется полностью. Нифига, китайцы здесь молодцы, хорошо продумали. И я Вирпулу просто не нарадуюсь, у меня ума. Просто в террасфере у тебя часть сна остается с бруком, потеряющим ногу. Но часто же делают его наоборот, полностью. Ну, есть и такое. А потом, когда ты мойку делаешь, у тебя просто по сторонам... По кольцу это все разобьется. Здесь просто утекает все моментально. А объем Вирпулу у тебя совпадает со всеми кастрюлями? Нормально все, да? Да, да, да. Просто у нас кассичелло тоже есть, знаешь какой? У нас Вирпул, ну, варочник на тонну, да? А Вирпул на 900 литров. Китай. Я не понял, может он растягивает? Может растягивает, думаешь? На самом деле здесь они даже сделаны запасы. Тогда этого будет уже 3 тонны. Потому что, де-факто, там рабочий объем 2 тонны. Я сюда закачиваю после кипячения 2600-2800. И он вот до сюда где-то доходит, может быть, максимум. Соответственно, там под 3 тонны примерно я могу прям под крышку набрать. Но такого еще не было, я надеюсь, не придется. Иначе цикаты не влезутся. Слушай, а вот когда пивоварню вы выбирали, вы классическую рассматривали? Какие-то другие варианты еще были по выбору оборудования? Ну, естественно, изучали полностью весь рынок, все оборудования, которые есть. Но выбрали именно здесь, этого китайца, потому что цена-качество все-таки здесь золотая середина была. А скажи, пожалуйста, не рассматривали такие, как стиральные машинки пивоварки? Нет, вообще не рассматривали? Я не рассматриваю. Ничего не знаете про них? Ну, я не знаю, что это такое. И общались, честно, были человеками. Антон Прокутин. Да, да, да. Но не воодушевил. Не воодушевляет? Ну, он работал. Не он именно занимается. Ага. Антон Прокутин просто работал в пивоварне. Нет, занимается черменом. Она занимается черменом. Просто у нас в Питере это была северная пивоварня. Она до сих пор работает. Ну, да. Просто там, как я объясняю, изготовитель, что можно на маленьких там 500 литровом там столько там варок делать в день, что просто трэш какой-то. Ну, ферментативная способность падает, когда у тебя соло полностью в мешке находится, у тебя нормально не затирается. Соответственно, ну, использовать больше соло. Чискотов сгорит. Да. Ну, чермен очень защищает. Ну, нет, я согласен, но сколько людей столько и меня нет. Ну, да. У каждой хозяйки свой борщ. Нас он только и он. Подошли, вот смотрите, какой серьезный холодильник. Я думал, у нас серьезный. У нас, мне кажется, сразу в 4 меньше. Ну, где-то так. Ну, да, да. Насколько я знаю, у вас объем меньше, но тонна. Ну, да, тонна. Да, да, да. Поэтому распорядки меньше. Внимание лучше на группу безопасности. Да, да, да. Вот на счет этого я очень сильно запаривался. Потому что были у меня случаи в опыте, когда рубашка перенаполняется паром, и потом у тебя давление начинает скакать во всех. Поэтому группу безопасности продумывали очень серьезно, чтобы никаких ожогов, никто ничего не получил. А у тебя система открытая пара или закрытая? То есть по округу пар гоняется или выпуливается после рубашки из канализации? Из рубашки он идет через конденсата. Ну, понятное дело, конденсируется, и вся вода скидывается вниз в канализацию. В канализацию, да? По идее, да, я знаю, что делают так, что ее собирают потом мы спокойно прячься. Но вы не паритесь? Нет, мы паримся об этом, но всему свое время. Мы опять же молодые, поэтому наша задача была быстрее начать оборачивать какие-то денежки, а потом уже постепенно-постепенно доделываться. Александр, расскажи, что это за агрегаты? Это СИВ-станция. Три посудины, горячая вода, щелочь и ног. И она получается просто подведена, да, трубопроводами, когда уже просто переключаешь? Да, с ним уже переключаешь туда, куда тебе нужно помыть. То есть ты качнул отсюда щелочь в емкость, которую тебе нужно помыть. Закольцевал, помыл, и обратно качнул ее сюда. И так можно, ну, знаете, щелочь можно сколько раз использовать. А какого объема они? На тонну. На тонну, да? То есть этого она хватает на все, да? За глаза и за уши, по сути, здесь, ну, на мои объемы мне бы хватило и 500, но закупили на тонну. Понятно. На пятерку варишь. На тонну. А эту что? Это свечной фильтр. В каждом из них по три гильза стоят. Тоже одна свеча грубая чистка, вторая уже тонкая. Там два некрона и вторая 0,45. Вы через них, получается, лагера прогоняете? Лагерок, еще несколько сортов прогоняем. Это тоже все китайское, да? Да. Вот на самом деле свечник меня тоже удивил. Работает? Очень классно работает. Я вслуживаю себя очень легко. А слушай, а там что внутри, получается, эти капсулы менять надо как-то? То есть ты один раз прогоняешь, потом меняешь? Один раз прогоняешь, потом сипуешь его обратно просто. Под моющим средством какое-то время, оно само дезинфицируется. Вернее, отмывается, потом дезинфицируешь. Ну, то есть, получается, картридж на одну, он получается бесконечный, да? Или все равно хочется какое-то время менять? В зависимости от обслуживания, опять же, если правильно мыть и хорошо за ним следить, то его надо укропать. То есть, по крайней мере, его уже почти год у меня две смены. То есть, одна базовая, запасная, запасной комплект есть. То есть, они год уже работают. Все нормально? Ну да, это для фильтровки, многие пивоварные делают трап-фильтры обычные, мешочные. Это чуть подороже система, посерьезнее, но здесь дорогие гильзы есть. А кизельгур ты не используете у себя? Кизельгур у нас есть, но пока мы им толком не пользовались. То есть, вот это устраивает, да? Ну, так, опять же, главное, нужно осветлить лагерочек. Но так как мы лагера делаем по 2-3 месяца в танке, ну, нет, 3 месяца это я загнул, конечно, полтора-два, наверное. То, соответственно, кизельгур уже нам особо сильно ничего не осветлит. Мы бы с удовольствием его использовали, если бы нужно было бы делать быстро, но пока такой необходимости нет. Опять же, новенький, пока уровень продаж мы догоним по КТ. Александр, расскажи, пожалуйста, про ЦКТ. Сколько у вас, а не какого объема? Ну, и заодно потом про линию Рознева. Барк ЦКТ у нас совсем небольшой, но всего лишь 9 танков. Всего лишь? Да. 2 двушки и 7 4 тонных демкостей. То есть, общий объем какой получается? 2 тонны. Ну, нормально, нормально. У нас на 6. 12. 12 у нас. У нас чуть-чуть побольше. Ну, прилично побольше. Ну, да. Не хватает, не хватает объема, надо еще дорастать. То есть, вот это вот все место, которое здесь есть, оно все будет еще так... За КТ, да? За КТ, да? Скорее всего, уже, надеюсь, что к концу следующего года здесь уже увеличится объем общего производства до 100 тонн. 100-105,5 тонн. Ну, нормально так. А про линию Рознева скажи, пожалуйста. Это автоматическая линия Рознева, производство Brookings Systems из Нижнего Новгорода. Очень классная линия, мне очень нравится. То есть, мойка в ней встроенная, риф, закупорка, закатка банки. Причем мне очень нравится, что ребят продумали Рознева очень-очень классно, что наливается абсолютно любой продукт. Многие баночные линии сейчас встают, когда в них пытаешься, ну, как в моде сейчас всякие сауры, которые как свузи в состоянии. То есть, они потом не льются. У нас здесь продумано это все до мелочей. То есть, и все еще знают то, что сауры, например, они не газируют, ой, не пенятся. Соответственно, здесь есть дополнительное вспенивание СО2 продуктом. То есть, нормально пенку получить можно и вытащить оттуда, выгнать, вернее, весь кислород. То есть, линии нареканий нету, и мне она вообще очень сильно нравится. Ну, мы ее вот на ABVL видели. Да, меня очень удивляет то, что наши русские ребята наконец-то уже смогли классное оборудование делать. Как-то я смеюсь над ними. Ну, знаете, Артем, который разработчик этой линии, я над ним смеюсь, что это а-ля Илон Маск, который аварийный бизнес. Но получается, аналоги иностранные стоят в разы, да, дорогие? Да, в разы, да, в разы. То есть, вот, цена-качество, да, рекомендую? Вот, золотая цена-качество. Потому что есть один очень большой плюс, по которому я еще выбирал, что мне нужно, чтобы представители этой компании были здесь под боком. То есть, какая-то поломка, что-то по ней пошло не так. Что-то случилось, с чем я разобраться не могу. Один звонок, а они на следующий день, либо в этот же день уже здесь и все читают. Плюс, почти все детали, которые они изготовляли, они изготавливают сами. То есть, будь то не ржа, будь то вот эти вот все пластиковые штуки, это все они делают у себя на 3D-принтере. И что-то сломалось, они у себя быстро отпечатались, сразу же привезли. Ну, да, вот, мне кажется, в этом деле это очень важно, чтобы запчасти, ну, быстро пилки стояли. Я работал раньше с итальянской линией, вот там вообще лепота. Особенно, когда у тебя что-то сломалось, а у них сиеста, говорят, ребят, ну, на 3 недели не звоните. Отдыхаем. А у тебя 3 недели производство стоит по роздеру. Поэтому, вот это, правда, одна из причин была, чтобы и представительство, либо сами ребята были здесь, хотя бы в стране. Не то, что уже прямо здесь. Ну, да, 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 так все быстрее. Здесь до Новгорода, до Питера не так, что далеко там, поэтому повезло. Слушай, Макс, а покажи просто... Сейчас покажем, еще вопрос есть по поводу банки. Сейчас вот говорят с ней дефицит. Что вообще происходит с этими банками, можешь рассказать? У вас есть проблемы с ними? Я думаю, это у всех сейчас, всем эта информация известна, то, что алюминий подорожал, алюминия практически нет. Поэтому банок, тоже алюминия на них не хватает, производители все ноют, цена на банку, если есть, нарастет. Поэтому, да, пиво в банках сейчас дорожает постепенно. Сколько сейчас банка стоит приблизительно, не знаешь? Ну, опять же, это все в зависимости от объема. Сколько курс, да, объем скупаешься. Ну, приблизительно, просто средняя цена для небольшой пивоварки. Ну, для вас сколько стоит? Ну, для нас всегда по-разному, опять же, потому что мы закупаемся и стараемся как можно больше, и чтобы нам хотя бы на 2-3 месяца хватило ее. Сейчас за последние 2-3 месяца цены скопнули резко вверх. То есть, когда-то цена там была вообще по 7-8 рублей, потом 10-11, сейчас она порядка плюс-минус 13-15 рублей. Уже как стекло. В зависимости нет, но стекло, кстати, дешевле. Стекло сейчас 10 рублей, ну да. Ну, я говорю, что уже стоит, да. Ну, опять же, все в зависимости от объема, в зависимости от того, какая. Ну, а стекло лить, если геморрона, хуже, как считаешь? Тут все индивидуально. У нас история такая, почему мы перешли, ну, одна из причин, почему мы перешли на банку. Потому что под наши объемы у нас изначально была непродуманная стеклянная линия. То есть, она разливала там 200-300 бутылок в час. Она с 4-тонной емкостью, соответственно, я сливать ее буду в 7-8 смен. Это очень долго. Поэтому и когда думали о том, чтобы модернизировать эту линию, покупать что-то больше производительности, то встал вопрос еще раз стекло, либо банка, потому что цены, ну, опять же, плюс-минус одинаковые на тенге Росбова. Мы остановились на банке и взяли самую топовую из того, что предоставлял Брюкенинг, и она фигачит 1200 бутылок в час. Час? Да. Болен, вообще хорошо. Сейчас Александр расскажет про водоподготовку. Вот, к нам изначально приходит центральная питерская вода, потом дальше стоит обратный осмос, который делает воду практически деморализованную. Нам же ее нужно управлять. Соответственно, дальше она набирается в эти емкости, но ближе, чем она наберется сюда, она вот сзади уже разбавляется вот только теми с этими минералами, которые необходимы. То есть, здесь концентраты делаем. Аминат? Аминат здесь сюда пуливается? Все, подожди. Нет, подожди, стоп. Вот это вот у нас просто такие же стоят штуки? Нет. Дозаторы? Не понял? Здесь кальций-клорик. А-а-а, здесь минерализация. А, то есть, все, я понял. Мы собрались это делать ручками, а у вас автоматизировать. А, да. Да, да, да. И потом уже, откуда мы выбираем, ну, сначала выбираем емкость, какую воду готовим, то есть, там, под лагер, там, пищуно, там, в зависимости от того, какая варка и так далее. А потом уже отсюда вода идет на производство. То есть, вода уже автоматически готова до варочинка. Скажи, пожалуйста, вот Володя, да, говорит, ну, мы сейчас просто об этом уже разговаривали, что в Питере охеренная вода. Вот. Он говорит, прям с Невы можно. Можно прям, да, и пиво на ней варить. Зачем вы сделали отпуск? Почему-то же не кьет такого вода из реки. Нет, ну, большой проблемой у нас является железо и орган. Я объясню одну простую штуку. Все равно, хочешь не хочешь, водопроводная вода, она не будет стабильным каждую неделю, там, каждые месяцы и так далее. Соответственно, каждый раз у тебя новая вода приходит, каждый день практически. И для того, чтобы нормально управлять и не сдавать лабораторию каждые, там, 2-3 недели, месяц, мы здесь управляем вместе. То есть, у меня есть, здесь вода готовится дальше, ой, чистится дальше и готовится. Потом уже, если нужно, мне необходимость есть, я проверяю на сломенном фолькрометре ее. И плюс потом, после того, как она здесь приготовилась идет по производству, еще идет ультрафиолет. Ну, да, да, да. А мощность, конечно, тонну, тонну, тонну в час. Ну, надо 2. Ну, надо больше. Ну, на самом деле, тонны в час было бы достаточно, если бы промежуточная емкость была бы тонна на 5. Ты, когда войдешь в 8 варок в сутки, тебе не хватит ее. Тебе этих емкостей тогда не хватит. Да, тебе не хватит реально. И, скорее всего, ты спилишь осмут, поставишь себе коагулянт, короче, скалант и все. Отличная же вода, мы просто байпас ставим и напрямую плащим. Или это пирмят, куда она не хватает, разбавит. Есть такие приколы, короче, заводы ставят осмос, осмос, очищают воду и своей поганой водой смешивают и получают, знаешь, это нечто среднее. Собственно, заканчиваем, да, мы на эту пиварню едем на следующую. Александр, тебе большое спасибо за экскурсию, за то, что показал оборудование. Теперь вы видели, как варится пиво на пивоварне Краснопузов. То есть, если вы увидите его где-то на полке, можете прикупить, попробовать. Я думаю, ребят поддержите в их нелегком деле. В каждом бокале есть страдания пивоварной. Да, и спасибо тебе за пиво, что угостил. То есть, я портер пью, всем радостно, мне очень хорошо. А мы погнали в Шушары, на Хофнер. Ты будешь что-нибудь передавать Богдану? Богдану передаем огромный-огромный привет и приглашаю, наконец-то, уже к гостю. Мы, по-моему, очень уже друг друга, давно-давно собираемся, мы как-то стыкуемся. Поехали с нами. Сейчас, варку на пивоварке. Пацаны, посмотрели же, как варку. Да, да, и все, да. Сливай, как он пилолет сливает. Приехали на пивоварню Хофнер. Это Шушары, да? Шушары, да. Богдан, главный пивовар. Он нам сейчас расскажет, покажет, пробежимся также по варочнику, ну, по варочной линии, по ЦКТ-шечкам. Расскажи, пожалуйста, у вас варочник какого объема? Варочникный порядок. Во-первых, у нас двухпосудный он объемом на один куб. Следовательно, можно подняться. Пойдем, пойдем, да, чтобы это было. Да, да, да. Хожу, покажу. Залазь, залазь. Пульт у вас прям, я обратил внимание, такой красивый. Да, итого, двухпосудный, харочный порядок. Производители венгры, слева у нас, получается, в центре находится Сусловадочный Верпул, справа у нас сатурный фильтр-шкам. Фильтр-шкам? Крайний слухев, а это у нас... Горячая вода, да? План горячей воды, да. Сенсорный? Да, да, да. Можно понажимать, покладывать все программы, программы затирания, все у нас в хамате с хавим хаузой, время. Ну, по рецепту, да? Да, да, да. Крайний слухев, хамате у нас, кип в хамате. Ну, в принципе, все остатковные процессы у нас проходят в хамате сетическом режиме, да. А дробина? Дробина тоже? Дробина у нас очень хитрая штука, которая вообще рассчитана, наверное, под больше, под Европу, под американцы у нас. Получается пневмовыгрузка дробины. Ну, это круто, это круто. То есть, стоит у нас ниже кулачковый насос, которому без разницы, какую фракцию передовую, в любое направление. А, у вас получается насос и он перекачивает, да, и выгребает дробину. И моет, и выгружает. А, ну, это получается как этот, с шнековой? Или какой-то другой там? Ну, в принципе, тот же. Два кулачка, которые просто проталкивают. Все, все понятно. Можно подняться. Давайте, давайте глянем. А, подключено все, да, у них. Открышки, да, здесь у нас заторник, да? Нет, это у нас сусловарочный пунктный пункт. У нас две технологические емкости, ну, две технологические емкости. В одной кастрюле? В одной. А когда Вирпул закручиваете, не мешаются вот эти штуки? Или они съемные? А, вы их снимаете перед Вирпулом, да? А, все. Для Вирпула можно увидеть, есть там... А, я видел, да, 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 видно, вон оно. А, как оно при помощи насоса, оно раскручивается. Да, раскручивается, да, раскручивается. Ну, и есть фильтр-чан, да, у хопаты для выгрузки, тоже темные. Да, вот это вот, туда, соответственно, дробина у нас идет. А куда она уходит вообще, то есть она за... За, 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 куда-то, за стенку здания куда-то? Она у нас идет, получается, по тербопроводу, в шлуханке. А, по вот этому, да? Идет с обертаем, да, в куб, в котором сделаны дырки, чтобы слить. И уже потом из всего перегрузка в мешки. Да, так как в России все-таки не налажено вот это, что приезжают фермеры. Ну, фермеры, да, 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 извините. У нас, к сожалению, такого, ну, до этого, давай, еще пока не дошло. Одна из особенностей данного оборудования, наверное, рубашки, они не газовые, они не паровые, они водяные. Водяные? Да. То бишь, под подиумом у нас стоит горкуба, говоря, мощный... Ну, бойлер, да? Да. Который греет воду. Внутри вода него? Да, и способ, под давлением, она циркулирует. А объем воды большой, потому что я видел какие-то там системы, что берут, нагоняют, допустим, в такой бойлер температуру, да, не, ну, там, теплоноситель не вода, а по это, чтобы побольше можно было нагнать. И потом берут оттуда теплоноситель и в рубашки загоняют. Ну, в принципе, один ходжишко, но здесь гораздо выше температуры. То есть он под давлением, получается, стоит, да? Да, да. Под давлением, да? И кипятить тоже можно, да, в водяном режиме кипятить тоже можно под давлением, получается, правильно? Ну, и... А, ну, и кип, и этот самый, и затирание. Тупой нагрев, проходить, за счет перегрева, подвески, скажем так. А сколько давлением в рубашке? Три атмосферы. Ага. До трех. Трех атмосфер. У нас в рубашке трех уровней, если вы получите, кажется, днище, низ и верх. И, конечно, также правой и хронкости. Три атмосферы. То же самое все. Тут, 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 при фильтрификации мы можем полностью поддерживать. А, температуру. Угу. Угу. Вот. Понятно. А оборудование это какое еще раз? Агрометал. Венгры. Венгры. Да. Рекомендуешь? А можно ковер выключить? Нет. А, почему нет, да, неплохое оборудование, но у, как и у любого производителя, есть какие-то... Косячки, да? Ну, это, скажем так, свои изюминки. Просто, по работам на нескольких производителях, мы уже понимаем, где можно сделать, чтобы было чуть-чуть быстрее, чуть-чуть удобнее, чуть-чуть лучше. А, опять же, со стороны, не инженера, мы смотрим, а именно, ну, наверное, больше для удобства пивовара, что есть. Ну, да. Как бы его немного разгрузить по времени, потому что пивов-пухар, помимо парки, должен засниматься еще куча. Ну, да. Так что, и, наверное, никогда не умрет профессия пивов-пухара, потому что... Ну, невозможно автоматизировать все, да? Все, да. В любом случае, что-то надо делать. Все равно нужно ввести какой-то контроль. А вы сколько варок делаете за смену? Одну, две? Две можно загнутаться до трех. Сколько варка по времени проходит? Восемь. Ну, в среднем восемь-девять часов. Дробилка двухвальцовая, из подизеля Агрометалл, приемный пункер на сорок килограмм. Мешок, да, ввлазит? Да, 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 да. С виду прямо не скажешь, да? Да. Нет, мешок без проблем ввлазит, да. Настраиваем хамол, частотник поставили уже с хамем, потому что у тробилок есть фуанс у них со временем из наших пальцев, ремней, всего-всего, пальцы, да, и... Волки. Волки. Позорные. Там волки. Двухволковая, перебилка, хорошо. Ну, это получение. Это не рецепт, а рецептура. Да. Короче, и со временем появляется дисоосность волков, вальцов волков. И дабы избежать этого, мы можем, ну, и дополнительно еще, чтобы играться с хамолом, мы поставили себе... Регулируйте обороты, получается, да? Отходник, да. В этой подготовке у нас стоит осмос, осмотическая станция, так как давление и пропускная способность осмос, она не... Ну, небольшая, да. Небольшая, у нас уже стоит, на сколько она? На ш... Куба для этого была на 6, но у нас попадание не успевало. А, не успевало. Да, и мы... А осмос у вас на сколько в час? Осмос у нас на полтора куба в час. У вас прям крутой осмос. Это слишком, прям излишне, мне кажется, да? Ну, излишне, да, но нам даже этого периодически пиковую загрузку, когда идет и мойка, и розлив, и... Ага. Этого, правда, не хватает, да. Здесь он, бочка санкнута сама по себе, стоят два фильтра угольных трубы очистки и у пампы ультрафиолет, чтобы входа не свела. Ну да. А, вы, получается, из ультрафиолет постоянно пропускаете, Да, да, да. А, я понял. Кстати, нормально, да? Кстати, нормально, да. Вот мы, кстати, об этом не подумали. Да, да, да. У нас тоже, у нас на пару тонн стоит емкости две. Ну, вот мы думаем, а если мы, допустим, вариться не будем, какие-то там, ну, допустим, неделю. Ну, у нас три, через них такие очень удобные, ну, циркуляционный. А, циркуляционный насос и через лампу, да? Идет на хампу, на фильтр, на фильтр. А зачем фильтры нужны? Мало ли что. На всякий случай, да? А вы что вообще варите? Какие сорта у вас основные на пивоварне? Сейчас, подожди, сейчас у него боль произойдет. Смотри, он, смотри. У нас две линейки. Две линейки. Одна является халпчийский хиридитхиан. Скажем так, это... Для сети. Масс-маркетовая классика. Ага. И Харойбрхенд, это вот Хофнер. Где мы, Харим, ну, все, что нравится нам, и что мы... И что бы нам... Чему бы нам хотелось бы приучить людей? К каким-то интересным, смелым экспериментам. Процентов 70 данного производства занято на данный момент кисляками. Кисляки очень специфический стиль, который, ну, сугубо, по моему мнению, это как бы... Ну, это же не пиво. Ну, это же коктейль на основе пива. Ну, да. Людям наргавится. Почему нет? Кисляки, решать смешивать как-то фрукты, но побудем чуть-чуть и поварами. Ну, да. Варманами, поварами. Варман. Ну, вообще, это же, как мне кажется, субъективно, наверное, смешивание алкогольных продуктов с какими-либо ингредиентами, да, не относящимися к пирусу, скажем, как с холод, хмель, грым, гриф, 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 гриф. Гриф, 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 гриф. Это, сходу к коктейлю, уже что я. А коктейлями у нас занимаются кто? Варман. Ну, и... Поэтому ты главный варман. Да, я главный варманке, у вас не плохо. Расскажи, пожалуйста, именно про систему продувки кек, почему у тебя такой жирный шланг, да, пищевой рукав, и что у тебя там нагорожено, людям будет интересно. Ну, да, кстати, да. Потому что это связано с тем, чем все борются пивовары и никогда не задумываются. Расскажи про свою систему розлива и так далее. Что она как из себя представляет? Ну, это шланг. Есть микромат. Подождите. Оставь. Оставь. Ага. Все. Для чего это нужно? Для продувки кек. Дополнительно продувки. Это то, что якобы у производителей, они большинство гарантируют, что у них хиги заполнены угольной кислотой, либо же азотом, инертным газом, который никак не влияет на хиво, да. На самом деле там находится обычный воздух, в котором же эти хиги и выдуваются. Что мы сейчас попробуем? Патри Сао. Мультикром. Кисляк. Богдан, говорят, у него черный пояс по кислякам, правильно я понимаю? Попробуйте. Конечно, самая фишка на пивоварне, это вот в Сокотехе забабахать пивка. Это прям самый такой свежачок. Слушай, смотри, как интересно. Ооо, запах. Да, но это, кстати, не очень хорошо. Мне как-то не нравится, если честно. Опа, отборник. Ага, красиво. Аромат вообще бомбический. Это бультик фрукт, который сейчас пахнет. Манго, ананас. Манго, ананас. Пойдем туда, а то есть работают. Блин, прикольно. Очень необычно. Мне очень вкусно. Вкусненько. Спасибо, очень приятно. Ну знаешь что, по вкусу, как вот сок пьешь. По вкусу вкусно. По вкусу вкусно. Ну и по сути тоже вкусно. Но пивом не пахнет. К сожалению, людям сейчас нужна именно крайность. Дичь. Да, люди начали пить именно от вкуса пива. Сейчас большая часть аудитории привыкла, чтобы это было. Дико сладко, дико кисло, дико насыщенно, дико ароматно, чтобы у тебя фрукты были чуть ли не в глазах. Ага. Там прям нужны фрукты, фрукты. И от пива, ну да, какая-то основа. Ты такой счастливый просто. А у алкоголя, да, есть. А сколько здесь алкоголя? Тут порядка семи с половиной. Семи с половиной? Вообще не чувствуется, да. Вот стоял бы, я бы попробовал, да, вот стоял бы просто. Ты же вообще без алкоголя сейчас. Я бы сказал сок, что ли? Я бы не сказал, что это вообще пиво. Но из... А вот прогревает. Там 8,5. После разбавления фруктов, как на единицу, оно роняется. Богдан, расскажи про это пиво. Мы просто это увидели, ты достал. Это огурец и... Дыня. И дыня, да. Получилась коллаборация фрукта и овоща. Сидел на даче. Еле дыня. Обед. Хотелось что-то быстро перепустить. Бхегал хебенок. Бхегал хебенок у бабушка дала селеный, Сидел на огурец. Я в полете на охлаждение дыней решил... Закусить огурцом? Да. Ну, я что-то... Бхал... Бхал... Среди бьенок... Там... И... Вз... 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 Ну, это необычно, это прикольно. Но надо куда-то это бить. Заменочки... Потом пришло... настало мое время кисляков кисляков да ну и решили добавить до фактами честно думали что но люди не оценят по самом деле это у нас прям и продаж полгода этого сезона даже пюре пюре огурцов добавляю пюре дыни да что скажет куда мир катится пропасть первый раз в жизни пробуем дыню с огурцом тяжелая артиллерия пошла давать но запах прям и мне прям свежая свежая дыня кстати да что пробуем нет просто понюхать кисло ну кисленько но не прям что трэш но все равно вкус дыни с огурцом дыни огурец а ты получается есть на рынке покупаешь огурцы или специально про продается и кто от тебя у либо ты уже готовы ну чё интересно да ну интересно вкус интересно конечно но опять же таки все вот сауру да вот эти все фруктовые но я люблю больше обычное пиво но по классике вырал именно классический вкус пива есть да тут не мне кажется тема модная просто не все ребят это не модно не модно фишка в чем то что люди есть рынок да допустим возьмем 100 человек из них будет там 30 человек любить обычный пиво кто-то другие будут любить вино коньяк там сок и так далее и тому подобное вот это способ да перетащить к себе допустим новую аудиторию новую аудиторию да грубо говоря да это позволяет больше продавать а фат именно рынка мы так сказать экскурсию завершаем показали все что здесь есть да богдану большое спасибо за экскурсию благодарю тебя пиво пиво конечно кисляки да то есть это как бы вот эти сауру это новое что-то оно все-таки ну непривычно обычному человеку который видит обычное пиво лагера но за ними дать будущее посмотрим что будет а так очень вкусно у тебя кисляки богдан спасибо тебе большое за предоставленную экскурсию и спасибо что не отказала приходите еще приезжайте в гости будем рады будьте у нас на колыне все спасибо мы приехали в следующую так сказать локацию мы приехали в бар тбп спасибо володе за приезжайте хорошее времяпрепровождение за рецепты за экскурсию по пивовару пивовар не по пивовар заезжай к нам тебя обязательно да то есть как бы мы тебя официально приглашаем что по вашим большим просьбам тбп вот вы встретились правда мы встретились вашем первом баре а во втором не получилось расскажите про бар сколько за хтос пива ну вот это вот ребят нас сегодня затопило мы заказались по одной простой причине мы должны были встречаться в нашем втором баре на вознесенском но звонит с утра Катя говорит все воды отошли короче нас затопило ничего что мы сидим и стоите не не нормально 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 я просто иначе вот ну ты же понимаешь да да будет метров 80 не меньше 85 86 а год рождения 84 но выглядело не очень да но он 85 а у вас кстати да а то еще молод а ну нормально 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 бар функционирует все хорошо получается ему сколько два года да уже этому бару не открытие не открытие не открытие не я думаю что у вас пивоварни также да 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 каждый когда 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 вот это когда переходит в то что кроме когда ты уже ничего не читаешь не видишь ты такой никогда мы будем праздновать день не открытие бар мы решили что я хотел сделаю да 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 1 сентября это день кстати я у вас реально вот ну уже говорил сегодня очень интересно у вас общество с ограниченной ответственностью скажите как называется просто может быть если кто-то вас не знает у нас на канале мамки на бизнесмены мамки на бизнесмены вот это у нас оо самозванцы тоже как ну и нормально на самом деле за вот такой легкий трэш это же прикольно я в свое время был генеральным директором оо влюбленные птички нет скажи как это правильно звучит нет ну по английски звучит limit liability company как там дальше я не помню love birth я еще ездил на мотоцикле у меня был хороший кожаный костюм черный шлем борода вот отсюда я приезжал в налоговую заходил в шлеме с черной кожей с бородой я говорил здравствуйте я у влюбленные птички птицами что ли занимался развалил птицы нет мы занимались этим боже мой как это называется декор да для свадеб всевозможные а то говорят убивали ну куриный потрошительник вы лучше расскажите как у вас проходит у нас вообще все отлично да в питере на самом деле я ты спросил меня про питер или про Я вообще в целом и в Питер. Как у вас путешествия? Я напомню, у вас уже три петербургские штуки. Да, да, да. Мы вчера были в барах, сегодня были на пивоварнях, очень интересно, посмотрели. Вообще в Питере я вот в первый раз, то есть я всегда объезжал его по кольцевой дороге. Да, да, да. Ну я так вот еду по этой кольцевой дороге, так в окошко помахал Питеру и дальше поехал. Типа был в Питере. Да, но ни разу не было в пределах этого кольца вашего, не был ни разу. Максим был, конечно, но мне понравился тем, что город старый, ну в том плане, что здание все, архитектура такая. А мы туда собираемся завтра? Да, парни обязательно едем. Нам Владимир Федоров, который вот нас пивоварень возил, он с Пушкина. И он сказал, что обязательно тоже туда съездите. Ну мы завтра перед аэропортом туда заскочим, погуляем и уже... К сожалению, погода не та, там надо либо красивая золотая осень, либо лето. Потому что сейчас вы там охренеете, там дождь и слякоть, вы скажете, здесь вешаться надо. Вот мы из самолета и вышли, что дождь, слякоть и ветер. А мне еще жена говорит, я собираюсь, в косовках поеду, она говорит, одевайся теплее. Я говорю, я посмотрел погоду, там в два раза теплее, чем в Москве. У нас в Москве плюс 4, в Питере плюс 8. Она говорит, одевайся теплее. Мы вышли из аэропорта и просто вот этот вот ветер в затылок дует. Там еще, я думаю, почему искал куртку с капюшоном, зачем, дожди вроде не обещают. А тут просто дуются. Она что-то знает. Да, в Питере просто была. Ну а так Питер мне понравился. И завтра мы взяли такую обзорную экскурсию, чтобы вообще нас повозили. На автобусе, да, покатаемся. В течение, да? Шляпа, шляпа, да? Не знаю. Я нервы не брал. Просто это всегда так странно, когда ты проходишь. Коней не пользуешься. Просто у меня с детства очень странное ощущение, когда ты гостиный двор проходишь, и там, знаешь, вот эти вот с рупорами стоят такие. Экскурсия по Невскому проспекту на автобусе. И я такой типа, блин, а кто туда ездит? И там всегда полные забиты. Я понимаю, что скорее всего она даст тот момент, что проведут каким-то момент. Два часа, 14 пунктов в городе. То есть они провозят и показывают. И там, кстати, ауги-вги, получается, в уши втыкаешь и тебе рассказывают. Ну, посмотрим, что там. На русском языке обычно. На китайском раньше говорили. Да, кстати, много китайцев, да? Да, раньше китайцев было очень много. Вот Пушкин, даже, как бы я всегда называл, у нас был Спарк. Ну, вы же знаете, что это за магазин, да? Спарк, да. Ну, и, кстати, сети даже в Москве, мне кажется, есть встречались. Они закрылись. Закрылись? Сейчас открыли, по-моему, Евроспарк. Вот, короче, в этот Спарк ходили только китайцы. Угу. То есть там ты заходишь, это огромный гипер, в котором просто одни китайцы. На какой-то моменте ты просто забываешь, что ты в России находишься. И этот Спарк был с максимальным количеством водки. Знаете почему? Туда сбривали просто все, что есть. И там можно было водку Путин найти, лицо Путина с водкой. Ну, то есть, понимаете, на теме того, что китайцы такие, вау, грузы беру. И там типа по 7 тысяч, по 8 рублей. Жесть. Ну, то есть, я думаю, что это просто обычная водка. Ну, да. На них грех не заработать. Правильно, надо же обстить теперь китайцев. Ну, да. И у нас, кстати, два комплекта билетов на самолет. Почему? Ну, мы решили задержаться. То есть, мы хотели утром улететь. А. Но решили посмотреть город и взяли второй комплект билетов на вечер. Я был уверен, что вы вообще на этом самом, на Тачке приехали? Нет. Сейчас самолет не шла. Сейчас самолет 1200 рублей стоит сюда. В Аду Сторг. 1200, да. Мы за двоих заплатили билеты оттуда обратно 5 тысяч. Хорошо, по каждому отделению. Нет, на победе. Там даже пиво, кстати, можно было купить. Да, да. На высоте. Проходим в туалет и в туалет. Боковым жиром. А вы здесь, постойте. 1200, да, это вообще отлично. Ну, дешевле, чем Сапсан. Да, вы даже прикинули, это дешевле, чем на поезде. На машине, если ехать, заплатку одна штука, наверное. Ну да. Если я не ошибаюсь, не помню. Ну, поезд, знаешь, там своя романтика. Ты достал курочку. И яички. И яички. Сапсан, я тебя пойму. Хотя нет, а чего нет, кто-то обвинялся. Нет, нам очень нравится. Мы раньше, когда в Москву ездили, мы брали ночной, по-моему, Невский экспресс называется. Невский экспресс, да. Он обычный поезд, но едет быстро. Это когда ты в ночь едешь. Вот это ты открываешь, вот это все. Мы так и ездили с тобой, по-моему. Но он ездит там километров 200 точно в час. А, мы уже видосы-то снимали. Километров 200 в час он идет, да, наверное? Нет. 100, дай бог. Невский экспресс? Нет, ты путаешь. Нет, может 130. А, ну, 200. Сапсан идет, по-моему, 210. Формат того, чтобы 10 выехал, все им утраты в Москве. А, вот так. А я просто ехал, по-моему, тоже Невский экспресс называется, но он слишком скоростной был какой-то. Может я что-то путаю, но не Сапсан точно. Слушайте, у меня маленький вопрос вам. А когда пивоварня откроется? Никогда! И по дереву. Блин, ну мы надеемся, что у нас гостя-то пригласите. Да, конечно, будьте проездом там. Если вы куда-нибудь будете ехать, да, то есть во Внуково приземлитесь, мы буквально там 15 минут от Внуково. 15 минут ездили на машине по Киевской трассе. То есть как бы вообще не вопрос. Ребят, ну а теперь, извините за небольшую ремарочку, а теперь выпуск ТПП. Ну, Денис, рассказывай. Как дела у тебя? У нас обычно камера на треноге стоит. Нет, а я здесь тренога. На самом деле это маляш, и он не снимает. Я на самом деле пью вот такую дичь, попросил мне что-то налили. Это томатная газешка. За встречу. Да, он за рулем, кстати. Кстати, вопрос. Ну, мы же сейчас будем варить пивас. По статистике вообще, какой пивас у вас в баре? Самый популярный? Самый ходовой? Самый тот, который приносит, ну, как, деньги? А мы же мы с Катенькой познакомим, ребята. Катя, иди сюда. Спасибо. А Катя, ты главная у вас в баре? Да, да. Мы здесь пешки. Пешки? Это наш ферзь. Что у нас происходит? Да, да. Очень интересно, очень интересно по... Самую последнюю статистику, где-то месяцев двух самый актуальный сорт на кране пшено. Пшеничное? Пшеничное пиво? Да, потому что за сутки может пролиться от 10 до 20 литров. Хотя оно одно на кране может быть из-за этого. И так, если брать по актуальности, томат, мёд. Томат вот это, да? Сидит пшено. Вот четыре самых актуальных сорта. Но остальные в основном бутылки, если кран, то пшеница. А лагерки и пашки? Ну, ИПы не так сильно. Лагерь, конечно, всегда был, остается и будет. Но на ИПы все-таки спрос подупал. Может быть, именно в нашей локации, но меньше. Ага. Понятно. А вот если, что касаемо банок... Вот на последнюю неделю у нас выпили 40 банок зависимости. Это томат. И все просят томат, 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 томат. Томат, томат. Людям очень нравится. Сейчас какой-то трешак вообще идет с этими вот томатами. Вот сейчас были на пиоварне Хофнер, правильно называть? Да. Как Хофнер. А там вообще одни сауры делают с разными, ну, этими пюрешками. То есть там дынь, огурец. Вот это вот все дело. Это треш какой-то. А сейчас ты смотришь прайс. Тебе надо какой-то баланс на доске. И у людей либо сауры какие-нибудь густые, которые забьют тебе систему и ты будешь мучиться с ним. Либо Нью-Ингланды. Ты не можешь найти обычного стаута. Ты не можешь найти имперца. Какой-то там барлик или что-то интересное покрепче. Нет. Все, до свидания. У нас смузи-сауры 48 видов. И Нью-Ингланды 48 хмелей какие угодно. Все. И на этом все, до свидания. А еще вопрос такой. Вот по деньгам народ предпочитает. То есть какие напитки. То есть какая-то есть средняя ценовая категория, в которой берут пиво. То есть, допустим, для меня вот это вот дорого, к примеру. Или вот там вот это вот то, что надо. Слушай, у нас уже плюс-минус сформирована аудитория, которая привыкла к нашим ценам. И да, есть люди, которые... Нет, давай ремарку еще сделаем. Ребята, у нас в плане крафтового бара достаточно меняемые. Самые меняемые, да? Они из самых меняемых. Надо понимать, что мы не магазин. В Петербурге, именно в Петербурге. Мы не магазин, мы бар. Все-таки у бары чуть-чуть другая наценка, нежели у простого магазина. Ну понятно, конечно, конечно. И все равно есть как бы разные слои населения. Кто-то может прийти взять бутылку трифантыны за 6600 и радостно с ней уйти. А кто-то говорит, мне пшеница за 300 дорого. Поэтому очень разные посетители. В принципе, все по-разному реагируют. Это нормально абсолютно. А скажите, вот получается в том, в другом, в новом баре у вас все те же самые номинования будут, что и здесь? Да. Или какое-то будет разделение? Разделение будет. По-любому, да? Мы хотим прийти к тому, что по кранам там будет примерно половина бива, половина сидора, меды. Там даже специально две стойки вот эти вот сделаны. И по банке бутылки плюс-минус хотим выйти на тот же примерно уровень. Ну, хотела процентов 40, чтобы было сидоров, медов. И плюс мы там хотим все-таки сделать 1000 плюс сортов, чтобы заедем по городу, что у нас 1000 плюс сортов. А сколько здесь? Была инвентаризация на инвенте. Это сухой холодильник. То есть мы специально там неделю ничего не заказывали, 407. При полном холодильнике 650-700. То есть около 600. Около 600. Это среднее. То есть достаточно. Нормально. В ТАПе мы хотим за 1000 перевалить. Но там очень надо понимать, что, к сожалению, рынок сидора не такой большой. Ну, нет. Сидора достаточно большой. Очень большие проблемы внес наш имеющийся вирус, пандемия. То есть очень большие проблемы за границей. Многие отказываются от ввоза какого-то более интересного. Плюс сейчас вообще хотят поднять пошлины на ввоз. Там несколько раз. И очень много того, что было раньше в свободном доступе, теперь абсолютно не найти. То есть это даже сидором постнулось. Там тот же Оливерс, который всем лучше любим, сказали, что в России можно не ждать в ближайшее время. Ну, то есть очень сильно сократились поставки. И мы, конечно, вовремя все это сделали. Став 22 в кавычках. Мы не ищем легких путей. Но потихоньку будем. Пока, конечно, несколько дней назад открыли двери, и среди недель их закрываем. Да, да, да. Благодаря нашей любимой администрации города Санкт-Петербурга. И в пандемию вам арендодатели какие-то скидки делают или отменяют что-то? Вот который конкретно прав. О нормальном арендодателе мы сейчас проверим. А со старым все хорошо. Старый идет, да, навстречу. Это просто невероятно классный мужик. Он в возрасте. Я не буду там ничего говорить. Он понимающе. Он сам предлагает. Он говорит, ребята, я слышал, там вышел такой-то закон. Давайте мы вам скостим 30%. Ну, то есть, прикиньте, даже не надо звонить и вытребовать. Понятно, что это его деньги. Он заинтересован получить полную арендную плату. Но он же понимает, что мы здесь два года. Мы исправно платим аренду. Мы исправно платим воду и тому подобное. И он такой говорит, что чтобы кайф был со всех сторон. Что мы не доставляем проблем никаких. И если у нас есть проблемы, хотя на самом деле вот то, что у нас сегодня произошло, в большинстве случаев, вот потом сегодня был, да, другие люди бы обратились к арендодателю и сказали, у вас там течет. Мы решили своими мерами все это устранить. За наш счет, условно говоря. Но мы его не дергаем. Что он в Майами сейчас? У нас тут протекло немного. У нас потом. Подъезжаем. Когда вас ожидать? Да, 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 подъезжайте. Ну, короче, мы не ставим тоже какие-то рамки того, что он там должен разбираться. На себя берем. Он это понимает. И в пандемии он вообще нам, по-моему, 30% мы платили от всей. А, ну так даже. Ну, шикарно. Ну, это супер. Ну, это был диалог уже. Потому что он заикнулся, а мы уже такие, знаешь, как схватились. Как вот, знаете, ну, представьте ситуацию, когда, знаете, на Авито предлагают что-то купить. Я такой, давай подешевле. И мы решили сделать то же самое. Как вам это предлагает Борис Соломонович, лучше брать. Да. Таки лучше брать. И назвались. Подводим итог. Побывали мы сегодня у ребят. Макс, кстати, покажи пар. Да, то мы вот здесь вот. Да, покажи вот как он целиком выглядит, да. Вот кнопочка очень интересно расположена, нам понравилась. Мы на пиаркинер также сделаем. Крышечки, ребята, вообще. А, кстати, смотри, вопрос такой. Я тебе сейчас фоточку покажу. Вот эту часть бара, у нас будет разливайка с колонны, да. Мы хотим бутылками ее уложить всю. Ну, вот этими кругляшками. Видел? Круто будет смотреться. Было бы интересно посмотреть на самом деле. Вот мы хотим так сделать. Все, делаем. Вы задник бутылки ходите? Да, задник бутылки. Вот кирпичиками вот так вот ее выложить. Ну, либо просто зеленые, или там посмотрим, может быть. Сыграйте, сыграйте. Логотип коричневым сделайте и подсветите. Да? Мы замучились Ханникин пить. Уже, ну, все мы сказали, пейте, пейте. Ледые. Ну, ребят, только из бутылок. Да. Так бы было на кого. Выдушнили, да? Просто. Я вот в пробке так же смотрел. Да, да, да. Только из-за пробы. Но, мы когда повесим кнопку ютуба на пиварни, мы честно скажем, что посмотрели у вас и сделали так же. Пацаны от души. Да, 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 да. Ну, спасибо, что вы с нами встретились. Чипс. Да. И, естественно, будете проезжать, будьте в Москве. Заскакивайте к нам. Да, мы вас приглашаем. Спасибо большое. Когда мы уже будем открыты, чтобы можно было к нам приехать. И попробовать. Да, попробуйте, конечно. Ну, надеемся увидеть, точнее, люди увидят наше пиво у вас где-нибудь там. Загашечки на окраине там или что. Нет, на самом деле, вы не заслали, но дайте на пробку. Ну, да, да, да. Мы, на самом деле, нет. Вы, Денис сейчас расскажете, я просто, он никогда об этом не говорит. Это очень важная история по поводу вообще баров. С тапом там немножко по-другому. Ну, можно немножко еще об этом сказать? Конечно, конечно. Многие крафтовые бары, я не говорю за Петербург, в Москве, берут только топчики. Штамбиры, АЭФы. Ну, да, да. Там, Биквиллэш, понятно. Это очень хорошо все. Но! Ну, а если появляется какой-нибудь, допустим, приехал человек, последний у нас был, по-моему, из Табаровска. Приехал в Питер и контракт сварил, по-моему, тонну. Принес к нам в бар, попробовали, да, давай. Взяли пару ящиков, все хорошо. То есть у нас позиция такая, что если какой-то, ну, грубо говоря, ноунейм, ну, действительно. Ну, да, да, да. Ну, это не ноунейм. Ну, да, да, да. Ну, это миво, нормально, но что бы его не взять? Ну, да. Скайф продается человеку, все нормально. У нас фишка в том, что мы пробуем то, что продаем. Если это действительно нравится и это хорошо сделано, мы только за. Нам не важно, там, типа, есть там чекинов очень много или нет чекинов. Всегда нужно давать шанс кому-то в хорошем смысле этого слова. Это нельзя так громко. Это громко может звучать. Только одной пивоварне мы никогда не дадим шанса. Денис, что ты хочешь сказать по поводу HopHead? Ничего, ничего. Мы очень любим HopHead. Отличные, вкусные супы. Супы. Да, Денис? Ну, конечно. Супы. Не, пацаны, серьезно. Когда сваритесь, обязательно приждите. Мы с огромным удовольствием поставим, если это будет горнота. А по-другому быть не может. Ну, наверное. Не, вообще, мы, знаешь, мы... Не, подожди. Вы уверены в этом? Мы распиздосы еще те, на самом деле. Вот. Но к пивоварке... Не, подожди. Но к пивоварке мы сейчас так прям очень подходим. Ну, как вы вот подошли к бару, да? Новый бар, кстати. Новый бар вообще прям топчик. Так все там прям вообще очень круто. Мне вот лично очень понравилось. Спасибо. Так что, кто будет в Питере, заходите сюда в старый бар ТБП. Кстати, я думаю, вы ребят этих по-любому знаете, но если мало ли кто-то не знает, мы на них ссылочку оставим в описании. Ну, конечно. Смотрим, чем они занимаются, какой у них бар. Смотри, у нас, я смотрел, у нас 98% пересечения аудитории. Пересечения дойдет. Может быть, мы до двух процентов, да. Почему-то не пересеклись. Ну, да. Да, всякое бывает. Может быть, кому-то мы не нравимся. Это нормально абсолютно. Ну, да. Ну, нет. Я, кстати, я искренне считаю, что это же здорово, когда блогеры все разные, делают разные контенты. Кому-то может не нравиться это, а нравится это. Ну, да. Это же здорово. А вы с Никитой не знакомы говорили? Вот недавно познакомились только так через медиа. Ну, через WhatsApp. Пока еще так не разговаривали. Что-то я у него спрашивал. Не помню, что. По поводу аспектов с разливайкой. Какие должны быть там ИП, ООО. Ладно, ребят, спасибо большое, что приняли. Спасибо огромное. Очень рад за знакомство. Все, взаимно.